Между тем стало известно, что в МВД Украины началось массовое увольнение сотрудников с формировкой за измену присяги. Эксперты не исключают, что за массовой чисткой на самом деле стоят в том числе нежелание выполнять преступные приказы Киева и многочисленные жалобы на плохое материальное обеспечение, о котором сами военные говорят в видеообращениях к спикеру Рады. Но самой горячей темой, похоже, станет утечка переписки временного главы министерства Арсена Авакова с одним из приближенных лидера правого сектора Дмитрия Ярыша. Эти материалы с новой стороны освещают события прошлой пятницы под Карловкой, где отряд карателей в бою с ополчением понес заметные потери. Подробности у Олега Шишкина. О боестолкновении у села Карловка в Донецкой области было известно немногое. В минувшую пятницу ополченцы устроили засаду, в которую попал батальон «Донбасс», целиком сформированный из боевиков правого сектора. Перестрелка продолжалась почти 4 часа. По некоторым данным, более 10 боевиков были уничтожены. Переписка исполняющего обязанности министра внутренних дел Арсена Авакова с одним из приближенных Дмитрия Ярыша, командиром батальона «Донбасс» Семеном Семенченко, которую они ввели в социальных сетях, появилась в открытом доступе в интернете. Выложившая ее группа хакеров утверждает, что речь идет как раз о том самом бое у села Карловка. Что там в пятницу произошло? Ничего, в засаду попали. Ну и? Да, в головную машину прислали из РПГ прямо в МТО. Пять человек превратились в шашлык. Но это еще не самое. Догадался уже, что не самое. Судя по всему, воевать с ополченцами оказалось для боевиков куда более сложным делом, чем расстреливать безоружных граждан. Как следует, из материалов переписки часть личного состава батальона попыталась покинуть место боя. Далее Семенченко рассказывает Авакову, что произошло с этими боевиками. И хотя напрямую слово «расстрел» в переписке не фигурирует, оба, похоже, хорошо понимают, о чем идет речь. Бойцы увидели, как один с перебитым позвоночником пытается отползти от коробочки. Ты понимаешь, что потом случилось? Побежали, да? Да, человек 10. У меня выбора не было, понимаешь? Просто не было. Трупы все нашли? Да, закопали неподалеку. Иными словами, Семенченко дает понять Авакову. Под Карловкой он стрелял в своих. Даже если принимать во внимание, что подлинность этого диалога пока официально не подтверждена, подобные события вполне укладываются в контекст происходящего на Украине. То, что такие акции устрашения не редкость, подтверждает и недавний бой под Лисичанском в Луганской области. Тогда ополченцам сдались около 30 военнослужащих украинской армии. После боя все пленные, утверждают бойцы самобороны, были отпущены. Но за то, что они отказались стрелять в гражданских и сложили оружие, с ними расправились боевики нацгвардии. На ближайшем блокпосту украинской армии их расстреляли из крупнокалиберных пулеметов. Один из тленных украинских солдат, оставшийся в живых, подтверждает это. Потом они бросили оружие и отказались стрелять в мирное население, да? Да, они же потом отказались и уходили. И что с ними сделали? Их расстреляли. Кто? Паралисетов. На Украине все громче звучат голоса родственников резервистов, задействованных в так называемой антитеррористической операции. Родные солдат 51-й механизированной бригады из Владимира Волынского устроили пикет с требованием вернуть их мужей и сыновей домой. Срок, на который призывали резервистов 45 дней, уже истек. А конца боевым действиям не видно. Пикетчики перекрыли международную трассу, соединяющую Украину с Польшей. Что они один на одну идут? Скажите, кто в этом виноват? Ну скажите, разъясните этим людям. Наши дети, неподготовленные, поставили на блокпост, были расстреляны. Пожалуйста, выбей мне бронежилета. Ни ва, ни в бронежилете, ничего. Перед отправкой на службу здесь всем миром сбрасывались солдатам на бронежилеты. Теперь говорят, что готовы собирать деньги, чтобы оплатить дорогу домой. Олег Шишкин, Роман Хроленко, Денис Бахвалов, Первый канал, Луганск.